друзья приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас с вами будет технический выпуск но мы не будем ничего чинить разбирать я вам просто расскажу как работает кондиционер на лодке сейчас мне сложно сказать в какой очередности у нас будут выходить ролики возможно ролик о сезоне дождей уже был возможно еще будет но не суть мы сейчас находимся в панаме и в панаме не бывает холодной погоды но бывает очень-очень жарко температура воздуха порядка 35 градусов и влажность 95 процентов то есть вы находитесь относительно в воде потому что влажность относительно единственное что спасает в дни когда нету ветра это кондиционер ну в общем давайте сейчас я вам расскажу вначале как он устроен потом как он работает погнали у нас на лодке идет три юнита кондиционера это в носовой каюте в кают компании и в задних двух каютах почему-то сделано так что кондиционер один разведена две каюты и почему-то пульт управления кондиционером находится в той в которой туалет то есть грубо говоря если 2 каюта и в ней холодно то нужно стучать соседям говорят сделайте потише но на самом деле я думал уже давно перенести его куда нибудь в середину но как-то все время не приходили руки к этой задаче потому что она на самом деле такая в миноритете ну и плюс меня сильно не касается так никто не жаловался ну в общем такое ну что теперь давайте рассмотрим где же в лодке стоят кондиционеры я вам зароюсь кишки и все покажу центральной каюте за главной кроватью есть предохранительный блок вернее автоматические фьюзы которые на 220 вольт и всего четыре по каждому фьюзу на отдельный юнит то есть если там что-то случилось его можно просто отключить ему питание а четвертый это помпа которая собственно и гоняет воду то есть если эта помпа ломается кондиционеры также работают но они не охлаждают а просто могут работать в режиме нагрева и режим вентиляции когда не обеспечивается система обмена температурой далее у нас идет электрическая схема лодки вот увидите правый верхний угол здесь почему-то нарисовано два юнита но я так понимаю что это просто принципиальная схема нас юнита 3 подключены они просто к 220 шор ну или генератор то есть они идут одинаково и далее фьюзы и юниты кондиционера и хит эксченджер собственно сама помпа так у нас здесь в порт сайт каюте склад но все равно сейчас мы туда полезем вот увидите дверца в конце сейчас я туда залезу вам ее открою ну и вот собственно находится этот кондиционер в задней ключи шутку чистенький у нас юнит идет центральной кают компании и здесь он не тухнет то есть он горит все время синеньким потому что она здесь не мешает и здесь и так все время что-то светится поэтому пофиг ну и в задней каюте идемте так ну и вот собственно этот пульт где-то от него крышка отвалилась в общем вот задняя каюта и в ней он находится также выключен синий свет далее идем у нас принципиальная схема нашего блогера я не буду останавливаться на всех элементах то есть все элементы на паузу ставите и можете посмотреть в табличке она здесь все есть основное это у нас идет под номером 3 собственно сам хит эксченджер то есть сам вентилятор шланги и выводы под холодный воздух из важного далее у нас есть 15 это труба по которой идет вода которая сливается за борт ну и естественно к самому к самой помпе подключен фильтр фильтр находится прямо в сикоке и сикока собственно непосредственно он уже чистая вода ну более-менее чтобы не засорить двигатель она сливается за борт через юниты кондиционеров становимся на собственно юните на самом блогере на самой системе кондиционеров и посмотрим что нам рассказывает спецификация то есть площадь которую он охлаждает 33 метра площадь которую он нагревает 4 и 3 метра то есть юнит на 220 240 вольт 50 герц ну и самым важным параметром является btu это то что собственно измеряет мощность самих кондиционеров то есть можете посмотреть там в интернете что это значит здесь каждый юнит это 12000 btu смотрите вот это вот сам испаритель здесь кстати надо будет его порядок привести потому что вот если вы видите вот этот фильтр он немножечко уже пыльный это не страшно короче как это все работает насос вот компрессор стоит он крутит и пропускает через себя воздух воздух засасывается собственно вот прямо вот здесь он забирается сюда и прогоняется через вот эти вот патрубки которые большие здесь вот он выдувается холодный воздух идет на давайте еще раз посмотрим куда внутрь из воздуха забирается влага и сливается в виде конденсатом вилч это вы уже поняли видите вот эту желтую бомбу она подключена сюда к испарителю когда его тут больше набирается он начинает просто ее сливать пилч и пилч его выкачивает на здесь стоят всякие температурные датчики датчики давления вот эта система это собственно и является сами мозги кондиционера давайте крышку открою покажу что вот собственно все управление кондиционером то есть есть высоковольтные линии есть управляющие мы сейчас с вами разберемся я в нем покопаюсь и вам все это детально покажу вот собственно возникает вопрос мы вы из воздуха забираем влагу воздух охлаждаем но куда же девается тепло которое собственно забирается из воздуха так вот здесь специальные трубы которые идут через все три юнита кондиционера и есть специальная помпа которая сливает эту прогретую воду за борт то есть грубо говоря вот этот вот испаритель юнит это является теплообменник через который забирается тепло и выливается наружу ну давайте покажу сейчас помпу и как это происходит так мы сейчас с вами залезли в моторный отсек вот эти белая крышечка вот это а под ней находится собственно помпа вот идет секок забора и сейчас я попытаюсь показать это вот папа да вот она она прокачивает через себя заборную воду и всю воду из кондиционеров и собственно сливает ее за борт тепленькую вот эти шланги идут и собственно через них и происходит теплоотмен вот увидите в конце эту решетку это идет забор воздуха а выдув идет с другой стороны возле окошка вот собственно вот это вентиляционная решетка и из нее собственно все выдувает кстати очень удобно расположена потому что когда вы лежите на кровати на вас не дует холодный воздух он дует как бы в сторону и просто охлаждает все помещение вот увидите течет вода вот это вот как раз идет охлаждение кондиционера причем в каждом отдельном unity свое охлаждение то есть это вот у нас идет задние ну то есть центральный и вот видно вот это течет это как раз кондики которые идут с передней каюты то есть если вот сейчас кондиционер выключен здесь температура воздуха показано 26 градусов то есть температура воздуха в помещении термометр встроен вот в эту панель и работает постоянно так ну что давайте включим вот вы обратите внимание что здесь панель настроена таким образом что свет вот этот вот синий он через какое-то время тухнет вот как сейчас потому что если он будет постоянно зажжен то он реально очень сильно мешает когда вы ложитесь спать поэтому и так все кстати программируемая настраиваем так вот когда мы включаем кондиционер вот видите сверху загорелась кул то есть значит он будет в режиме охлаждения а вот это вот кружочек который загорелся это значит что срабатывает помпа которая качает собственно за бортную воду но это я вам уже показывал так следующая температура вы выставляете когда температуру появляется температура именно то которая она будет стремиться вот здесь вот у нас сейчас выставлено 24 градуса если мы ничего не будем делать то он свалится на температуру 26 это значит что данный момент температура воздуха 26 градусов теперь здесь есть автоматическая сила работы вентилятора и он регулируется вот минимальный больше 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 то есть там и если вот мы его по переключаем и здесь будет режим автоматически теперь что здесь есть за режимы кроме того что он умеет охлаждать то есть вот есть у нас режим обогрева то есть если на улице очень холодно то он будет прогревать и стремится к температуре 26 градусов далее есть режим дихумидифайр то есть если у нас очень влажно и нам не нужен кондиционер нам нужно под подсушить просто комнату то мы переводим его в режим дихумидифайр и он просто работает и осушает воздух но нам нужен сейчас режим охлаждения вот переводим окул включается видите кружочек это значит срабатывает помпа все технические функции по программированию пульта я не думаю что это серьезно нужно то есть это уже просто открывайте мануал и ковыряйтесь основные функции как работает кондиционер охлаждение нагрев дихумидифайр от три основных функций которые вам понадобятся если вы будете жить с кондиционером ну что друзья вот я вам вкратце рассказал как работает система охлаждения и обогрева на лодке теперь вы знаете еще больше как устроено все на яхте и в случае выбора новой лодки и как опции кондиционера наверняка вы зададитесь вопросом нужен ли он вам и готовы ли вы потратить там порядка 20-30 тысяч долларов на то чтобы установить себе систему охлаждения на лодку подписывайтесь колокольчик не забывайте ставить лайк обнимаю и до встречи уже через несколько дней пока и